здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана весна в этом году к сожалению нас не радует весна выдалась очень холодная и мы наблюдаем большое отставание в развитии винограда кстати не только винограда сегодня у нас 29 мая и еще во всю цветут яблони хотя в норме в нашем регионе яблони цветут на 9 мая то есть как минимум 20 дней у нас отставание по винограднику я чуть позже пройдусь покажу вам и молодой и уже взрослый плодоносящий тоже чтобы увидели скажем так масштаб трагедии вот это малыши прошлого года посадки все ведут себя абсолютно по разному кто-то вот такой достаточно большие почки тут еще даже до конца ли не нормировала кого-то вот такие побежики ну хотя там даже урожайчик заложился их размер где-то 5 может 6 сантиметров вот здесь чуть побольше этот вообще красавчик хотя не забываем что у нас конец мая и даже у малышей все должно быть гораздо веселее но кто-то вот так только-только трогается в рост или вот так видим там одна маленькая почечка причем мне кажется что из замечающих и хотя вот этот конкретный кустик это один из клонов пинануар в прошлом году нормально вызрела лоза все было хорошо но вот почему-то он просыпается так поздно либо он весной где-то повредился я все грешу на соседских кур ну ну либо вот так он выходит из зимы вот смотрите есть у нас такие небольшие побежики всего лишь сантиметров по 10 это самая крупная из них вот здесь примерно такие же здесь конечно чуть побольше здесь и кустики более сильно росла еще и при стеночек вот при стеночке побеги сколько тут сантиметров 20 еще чуть меньше хотя хорошие годы в это время нас уже виноград дорастал до верхней проволоки вот это фото было сделано три года назад примерно в эти же даты даже чуть раньше в районе 25 мая ну видите какие побеги были вот на этом же месте и какие они сейчас разница очевидна но сегодня мы разговариваем о том что мы можем сделать для нашего виноградника ну и в принципе а стоит ли что-то делать может так все будет хорошо именно с этого мы с вами и начнем надо ли нам что-то делать конечно можно понадеяться на авось можно понадеяться на то что через два дня кто-то включит лето станет очень тепло при этом у нас будет хорошая теплая длинная осень и поэтому и виноград у нас созреет и лозу нас созреет и все у нас будет замечательно шанс на такое развитие событий конечно есть но может быть все и по-другому если даже посмотреть на ближайших там не 10 прогноз то все равно будет достаточно прохладно градусов 16-17 ну там уже ближе к десятом числом июня в районе может быть 23 но на самом деле это не так уж и тепло кроме того вообще вот с явлением такой поздней холодной весны мы на самом деле сталкиваемся уже третий сезон и конечно опытные виноградари знают чем это грозит у нас скорее всего будет задержка в урожаях в созревании урожая и более того у нас будет задержка в вызревании лозы если осень решит прийти рано а такое у нас тоже бывает бывают 20 числах сентября у нас уже могут прийти морозики хотя бывает в это время еще очень тепло так вот если придут морозы а наша лоза не вызреет к тому времени то виноград будет то есть не вызревшая лоза не перезимует опять же виноград страдает опять же мы имеем проблемы на следующий год то есть получается вот такой вот замкнутый круг и вот для того чтобы нам понять что делать вспоминаем причины первая причина это холодная погода а виноград у нас растение теплолюбивое и первое и основное что мы можем сделать это дать нашим кустиком дополнительное тепло каким образом про молодые кусты 2 3 года развития я вам уже рассказывал кстати они достаточно пластичный и в принципе при удачном стечении обстоятельств там может быть даже все хорошо даже если мы ничего не будем делать но уже все таки хотим получить урожай как можно скорее и хотим чтобы наши кусты как можно лучше развивались поэтому конечно же лучше все таки нашим кустиком любого возраста помочь по мере наших сил и вот про молодые кустики я вам уже рассказывала там все просто раз у нас такой поздний старт такая поздняя весна видим что они в ямках сидят то есть мы их откопали специально чтоб лучше прогревалась корневая и я свои не накрывала но сейчас их можно накрыть чем угодно 5 литровой бутылкой сверху шалашек из панбондика и пару недель подержать принципе можно подержать как говорится и 2 и 3 недели до того момента когда вы хотите что там начался хороший активный рост но и при этом на улице тоже стала хорошая теплая погода на что касается взрослых кустов а здесь конечно же все сложнее но тем не менее и здесь мы можем постараться дать дополнительное тепло конечно смотрите если завтра как я уже говорила кто-то порубильнику включил лето вот в прошлом году так и произошло по моему в районе 1 июня вдруг стало очень жарко вдруг мы поснимали себя все теплые вещи и стало даже слишком жарко но пока что вот ближайших 10 дней погода не обещает быть не то что жаркой даже достаточно теплой поэтому любое наше усилие виноград оценит и так что мы можем сделать на и когда тепло первое это сделать парнички конечно у нас уже побеги да и побеги ну кое-где вот такие достаточно большие впрочем есть и достаточно меньше и если у нас немного кустов конечно на большом количестве как у меня а на этом участке их порядка 70 я себе такое позволить не смогу но если у вас всего лишь несколько кустов то вы можете сделать парничок например вот через эти проволоки которые находятся на порядочном расстоянии от побегов перекинуть спонбонд здесь его растянуть по земле сделать такой шалашик или менее тепличку и таким образом вы дадите кусту дополнительное тепло этот прием называется разгонка винограда и кто-то практикует его достаточно рано например там еще в апреле так вот в наших условиях в условиях беларуси особенно посмотреть последние пару лет вот эта сама разгонка вот сейчас она очень актуальна например в апреле в не особо смысла нету потому что мы начнем разгонять мы вырастаю выращиваем большую зеленую массу потом приходит заморозок и все наши усилия сходят на нет на самом деле за больше чем 10 лет виноградарства мы конечно тоже это в свое время опробовали но убедились что смысла разгонки нету если мы делаем это рано ну именно в такой год как этот когда у нас наблюдается задержка роста когда у нас такая экстремально холодная весна вот эта сама разгонка будет более чем актуально если у нас нет возможности поставить парнички ну пока по различным причинам на они еще у нас нет на это сил у нас кустиков много что еще можно сделать можно подкладывать под кустики какие-то дополнительные источники тепла кстати два года назад как раз таки в двадцатом году когда тоже весна была такая очень неприятная холодная еще там двадцатых числах какие-то заморозки имели место быть так вот я подкладывала под кусты пивные бутылки с водой много тогда было вопросов что за бутылки для чего но они были для аккумуляции тепла но смотрите бутылка она небольшая поэтому видимого эффекта она может сильные не на для видимого эффекта но идеально вот так вот все под кустом батарею положить этих бутылок они всегда есть такая возможность можно еще использовать пивные кеги они помо на 20 литров такие коричневые достать их можно при желании там объем воды гораздо больше соответственно вот это самая тепловая батарея гораздо сильнее и если такая возможность есть ее можно использовать третий вариант можно поискать в продаже но это удобно если у вас например ряд винограда вот как у нас там все посажено вот так вот в один рядочек есть такая вещь которая называется рукав я вам под видео напишу как он называется так вот что он из себя представляет это черная пленка по моему диаметром в районе 20 сантиметров может быть чуть больше и он как раз таки служит батарея тепла раскатывается на нужную длину заливается внутри вода и он начинает работать как при стенок и накапливать вот это самое тепло которое нам необходимо конечно любой из этих способов требует определенных затрат как физических так и материальных и у кого-то может быть возможность их применить у кого-то может и не быть ну как альтернатива если мы хотим максимально подстраховаться от негативных последствий от этой холодной весны можем пробовать что-то из этого использовать и единственное что касается опять же прогрева почвы до существует мнение что вот диорн мульча задерживает это самое прогревание да действительно задерживают но ранней весной сейчас я уже несколько раз измеряла что в грядке что в муче что в диорне температура почвы плюс-минус одинаково поэтому если вдруг у вас там что-то замульчировано то ходить мульчу убирать в надежде что что-то больше прогреется в какой-то момент может чуть больше прогреться в какой-то момент больше остынет поэтому ощутимого эффекта не увидите это это актуально ранней весной ранней весной напомню в наших условиях это не актуально для нас следующий прием это подкормки либо их отсутствие сейчас я на подкормках остановлюсь чуть более подробно расскажу что делаем мы расскажу что и в каких случаях необходимо использовать основа успешного выращивания винограда это калийные подкормки многие из вас знают что калий способствует возреванию виноградной лозы и калий способствует накоплению сахара в ягоде но большинство из нас начинают вносить калий когда где-то начало августа а то и позже когда мы понимаем что скоро осень могут прийти заморозки и нам надо работать над вызреванием лозы и мы забываем с вами о том что потребность винограда в калий приходится на период активного роста то есть вот сейчас когда виноградные лозы начинают активно расти именно сейчас они наиболее нуждаются в этом самом калий а мы с вами потом начинаем ну грубо говоря догонять уходящий поезд кроме прямого влияния калия который я вам сказала да это вызревание лозы это накопление сахара в ягоде калий способствует лучшему усвоению азота виноградным растениям а также повышает концентрацию клеточного сока таким образом снижая испарение воды и повышая использование почвенной влаги что особенно ценно на сухих песках ну и в период засухи конечно пока что период засухи нам говорить с вами сложно у нас конец весны у нас наоборот дожди но тем не менее калий очень важный элемент питания такой чтобы нам не надеяться на авось не надеяться на хорошее лето или хорошую длинную теплую осень мы думаем о том как растению помочь сейчас и как им наверстать упущенное и вносить калий для успешного сезона мы будем именно сейчас поскольку у нас почвы бедные здесь пески то кроме калия мы еще будем вносить и другие удобрения сейчас у нас это ферментированная трава и сейчас покажу как мы ее заготавливали как такое удобрение сделать итак подкормка здесь у нас скошенная ферментированная трава что важно траву скосили в черный пакет и максимально плотно набили чтобы не было доступа воздуха при хорошей теплой погоде дня три будет достаточно у нас это стояла неделю во первых так получилось по времени но во вторых дни были достаточно прохладные трава там будет тепленькая и запах такой ну какой-то вот чаев чаев таких сухих ароматных трав то есть она не воняет конечно если держать очень долго то можно довести вообще до запаха аммиака тогда уже азота там будет очень много но нам это не нужно то есть мы держим несколько дней теперь вот этот объем травы мы заливаем примерно таким же объемом воды и даем настояться пару часов и смешаем вместе калийное и травяное как рассчитать сколько калия нам нужно конечно можно почитать на упаковке на оборотной стороне примерно сколько вносить хотя здесь в данном случае винограда нету да можно почитать ягодные кустарники в подкормку осенью весна 20-30 грамм на метр квадратный рассчитываем что площадь питания виноградного куста примерно три квадратных метра и того у нас получается где-то 60 90 грамм на куст но пока мы с вами не будем сильно вникать в расчеты тема такая достаточно сложная как-нибудь сделаем отдельное видео пока мы можем руководствоваться именно этими цифрами которые у нас указаны на упаковке дальше у нас есть два способа внесения а точнее три все мы знаем про вне корневые подкормки калием по листу но на самом деле это такое ну скажем так как витаминки нет ничего лучше подкормки корневой и сейчас мы будем делать подкормку именно корневую но и здесь у нас есть два способа мы можем внести сухой порошок под куст на в радиусе насыпать но конечно его хорошо было бы заделать в земельку либо еще какой вариант если у нас идут сильные и обильные дожди а калий у нас хорошо растворим это в принципе да можно вот так вот по травке и посыпать ну либо по земле если у вас черный пар под кустами там будет немножко проще подсыпали немножко порыхлили и хорошо но у калия казалось бы одно и то же удобрение сульфат калий но у него очень разная растворимость есть калий от буйских удобрений в желтых упаковках он растворяется просто отвратительно то есть его если вносить напрямую в почву но я не знаю может в марте надо вносить чтобы он хоть как-то хоть немножко растворился вот этот который я вам показывал он растворяется несколько лучше и еще в продаже раньше был немножко в других упаковках это было белый пакет и там синим желтым было написано текст вот тот калий очень хорошо растворялся и еще есть фасовка по 200 грамм вот этот калий такой достаточно дорогой в сравнении с большими вот килограммовыми упаковками но тот который 200 граммовый он вообще растворяется шикарно и так мы можем носить по верху но желательно чтобы он был все-таки нормально растворим а второй вариант мы можем носить в жидком виде и конечно в жидком виде он усваивается гораздо быстрее и гораздо лучше именно так я буду делать сейчас то есть я растворю вот этот калий в теплой водичке потому что в холодном будет растворяться долго и смешаю с тем травяным удобрением которое я подготовила концентрация водного раствора до 50 грамм самого удобрения на 10 литров воды ну примерно вот так вот и считаю и используя подкормку в таком жидком виде мы обязательно должны учитывать влажность почвы если у нас стояла сухая погода то обязательно перед этим надо виноградник хорошо полить в нашем случае не актуально у нас дождей сейчас шло много поэтому поливать мы ничего не будем более того у нас здесь подкормочные трубы мы будем лезть прямо в них и вот кстати здесь может быть большая опасность вот если стояла сушь и мы где-то не угадали с концентрацией больше опасность сжечь корни растения ежели мы поливаем просто по верху но все концентрации дозировки я вам назвала напоминаю перед этим проливаем хорошенько водой если стояла сухо и в таком случае все будет хорошо мы принципе залили удобрения в ямки эти в подкормочные узлы тоже можно немножко сверху водичкой пролить и тогда точно все будет хорошо но с другой стороны я хочу остановиться еще на одном важном моменте если у вас очень влагоемкие почвы да мы понимаем что вот сейчас выпало много-много осадков много-много дождей в случае кормить растения в жидком виде не совсем хорошо не так грубо говоря захлебываться от этой воды а мы им еще сверху поливаем то есть тогда если у нас есть необходимость общей подкормки мы ее немножко смещаем на попозже калий как я уже говорила можно рассыпать поверху с небольшой заделкой землю калий нету можно заменить золой и калийные подкормки нам сейчас нужны обязательно вообще для всех кустов если мы говорим о каких-то азотных подкормках вот здесь надо быть осторожными если кустики слабо растут можно и нужно кормить напомним и кормим у нас очень пустая почва здесь песок такой совсем песчаногравийная смесь все очень быстро вымывается поэтому на наших условиях надо кормить и кормить если у вас почва жирная кустик только начал рост при этом мы видим что рост этот достаточно мощный в принципе даже на этом примере можно показать понятно что в это время побеги должно быть гораздо больше но видно по сравнению даже с другими кустами что они идут очень хорошо толстенькие такие крепенькие кустик молодой побегов немного и в одном из прошлых видео про молодежь я вам показывал когда мне вообще вышла только одна почка у растения на второй год жизни и из него выросла очень такая толстая мощная лоза так вот если мы изначально видим что вот идет такой бурный рост а побегов мало то у нас большие шансы столкнуться с жированием лозы жирующая лоза плохо вызревают плохо зимой соответственно имеем проблемы так вот такие кустики мы кормим только калием можно калий заменить на залу но азотных удобрений мы им не даем вот здесь надо быть внимательным и осторожным с подкормками ну а дальше мы наблюдаем следим за развитием событий пока предсказать сложно какое будет лето но что нам обязательно надо будет делать конечно обязательно ухаживать следить хорошо за нагрузкой некоторые кусты нагружают чтобы они не жировали другие кусты наоборот не перегружать урожаем потому что в таком случае и урожай наш задержится в сроках созревания и можем столкнуться с проблемой вызревания лозы также надо будет проводить обязательно профилактические обработки против заболеваний то что они тоже ослабляют кустики они нас и так ослаблены из-за вот таких погодных условий поэтому наблюдаем наблюдаем и стараемся помочь ну конечно в сезон постараюсь максимально все рассказываю что я делаю на своем участке и как я помогаю своим кустиком справиться вот с этими негативными последствиями надеемся что впереди погода будет лучше что все самое такое худшее неприятное позади на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты до новых встреч